С Рождественским постом Он выходит на проповедь до общественного служения Господа Он принимает мученическую кончину, сходит в ад Говорят, что он даже и в аду проповедовал пришествие Мессии Действительно, это человек, который сам Господь его оценил Сказав, что нет большего из рожденных женами, чем Иоанн Предтечи Мы, конечно же, его за фигурой Христа несколько теряем Тем более, что он только в начальном, так сказать, изложении евангельского текста присутствует Потом уже следует событие дальнейшее, и он теряется после его убийства Иродом И мы не совсем, так сказать, знакомы с его историей Ну, тот, кто, конечно же, может быть, читал специально его житие Тогда это, да, более человек начитанный Но обычно всякий человек, читающий Евангелие, очень мало знает о непредтече Тем не менее, это тот пророк, который соединяет периоды Ветхозаветной Церкви и Новозаветной Церкви То есть он сам является пророком Ветхозаветным Но он уже встречает самого Господа, который создает Новозаветную Церковь И вот этот вот переход от Ветхого к Новому, от Старого К совершенно уже спасительному, да, Старого Закона К спасительному милосердию Божию через него происходит И, конечно же, о нем стоит говорить и говорить как можно больше Да, ему сколько, множество, наверное, 6 или 7 праздников вообще в год, да, посвящено И каждый вторник тоже его память празднуется Мы, действительно, у нас неделя разбита на память тех или иных святых угодников И вот один из этих дней, ну, в частности, вторник, принадлежит Иоанну Претече Да, там есть и Кресту, там есть и святителям, и мученикам, преподобным И всем небесным силам бесплотным И воскресенье Христово, воскресенье, да Мы, тем не менее, вот выделен именно Он, Иоанн Претече И Ему лично, одному Ему посвящен вторник каждой недели Да, мало кто задумывается, людей, да, что мы, в принципе, каждое воскресенье празднуем Пасху Это так и называется Малая Пасха И не зря она именно называется воскресеньем Этот день недели воскресенья Он же, для нас это обыденно, для нас это привычное слово Оно как бы на слуху, и мы даже не обращаем внимания на него Но на самом деле это очень глубокий смысл в этом названии То есть в нем содержится напоминание о цели нашей жизни Напоминание о том, что нас ждет после смерти И через это мы должны, по крайней мере, получать такую вот опору и надежду Через это напоминание своей жизни мирской И, конечно же, это идет после субботы А суббота, мы помним, что это ветхозаветное название Где сам Господь, шесть дней сотворивший мир Вот седьмой день, Он почил отдохнуть И это суббота называлась Господу Так вот, суббота из Ветхого Завета тоже присутствует в нашей очереди дней недели Но венцом всех этих дней недели является воскресенье Ну и вообще, если задуматься, да Мы каждую неделю переживаем события, да То есть и в пятницу, и в распятие Господа вспоминаем В среду предательства Иуды То есть каждую неделю у нас Мы видим, да, и всю жизнь церкви Причем не только земной, но и небесной церкви Потому что понедельник – это день Духа Святого И всех небесных сил бесплотных И начинается, собственно, каждая неделя именно с небесной церкви А потом мы переходим уже к земной церкви Начинаем с высшего из всех, кто в земной церкви был Это Иоанн Притеча За ним уже идет среда, после вторника среда Это память о предательстве Иуды И апостольском, так сказать, жительстве Если брать четверг, то это уже и святители Николай И апостолы Пятница – это распятие на кресте Ну и суббота – это уже все преподобные и прочие Святые угодники Божии Пусть и перед Рождеством Христом Предваряет рождение Господа Иоанна Притеча Предлагаю сегодня прочитать церкви Евангелия Посвященное Иоанну Притече Она такая составная От Луки, глава первая Тут стихи 24-25, с 57-го по 68-й, 76-80 Пожалуйста Послушаем Евангелие После сих дней зачала Елисавета Жена его И таилась пять месяцев И говорила Так сотворил мне Господь в одни сии В который призрел на меня Чтобы снять с меня поношение между людьми Елизавете же настало время родить И она родила сына И услышали соседи и родственники ее Что возвеличил Господь милость свою над нею И радовались с нею В восьмой день пришли обрезать младенца И хотели назвать его по имени отца его Захарию На это мать его сказала Нет, а назвать его Иоанном И сказали ей Никого нет в родстве твоем Кто назывался бы Сим именем И спрашивали знаками у отца его Как бы он хотел назвать его Он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему И все удивились И тотчас разрешились уста его Язык его И он стал говорить Благословляя Бога И был страх на всех живущих вокруг них И рассказывали обо всем этом По всей нагорной стране иудейской Все слышавшие положили это на сердце своем И говорили Что будет младенец сей И рука Господня была с ним И Захарий, отец его, Исполнился Святого Духа И пророчествовал, говоря Благословен Господь Бог Израилев Что посетил народ свой И сотворил избавление ему И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего Ибо предыдешь пред лицом Господа Приготовить пути ему Младенец же возрастал и укреплялся духом И был в пустынях до дня явления своего Израилю Итак, начинаем с вами разбирать После сих дней зачала Елисавета После каких дней, о чем идет речь? Ну, здесь надо предысторию чуть-чуть, так сказать, раскрыть Дело в том, что Захарий и Елизаветы Уже были в таком старческом возрасте Они всю жизнь прожили, так и не родив детей И всю жизнь молились Захарий был тем более еще и священником Из рода Ааронова И их молитвы были услышаны Только вот в таком уже старческом Престарелом возрасте Господом И был послан ангел Захарии Когда тот служил в храме И этот ангел предрек ему рождение у него сына Причем Захарий не поверил Сказал, ну, мы уже старые Как у нас может что-либо родиться? И ангел сказал Я ангел говорил И за то, что ты мне не поверил То есть я послан Богом к тебе За то, что ты мне не поверил Ты будешь нем до момента Пока не совершится все, что я тебе сказал И, собственно, здесь вот мы видим Как это все совершилось И он после того, как написал имя Иоанн После этого отверзлись его уста Как назвать сына Написал на дощечке То есть мы понимаем, что после всего этого После вот этих всех событий О которых я сейчас рассказал Они длились, можно сказать, много лет Потому что много лет они молились Произошло вот это удивительное событие Что Елизавета родила Но перед этим еще и другое событие было И когда пришла к нему Богородица навестить Потому что они были родственниками Это была тетя Пресвятой Богородицы Елизавета И как только Матерь Божья узнала от ангела Что Елизавета беременна Она пошла к ней в дом И пребывала у нее там месяцев шесть То есть вот так ее проведывала До практически до рождения Но перед рождением ребенка она ушла В Назарет То есть эти тоже события предшествуют вот этому всему И мы помним, как встретились Елизавета с Пресвятой Богородицей Как взыграл младенец в ее очреве В очреве Елизаветы Когда Богородица приветствовала Елизавету И дальше были много слов сказано И Елизавета, и Матерь Божья была удивлена всем этим И все они прославили Бога Потому что это действительно чудо в старости Когда уже организм немощный и не может уже рождать Тем не менее он рождает Но это прям вот повтор То, что произошло с Авраамом и Сарой Когда к ним явилась Святая Троица В виде трех ангелов И когда им также сказали Что от вас еще родится великий народ И Сара тоже не поверила Но все произошло так, как сказал Господь А есть ли какая-то связь Ведь мы видим здесь Встреча даже получается Святая Елизавета, правда, она уже в старости А Богородица в юности Вот она рождает Спасителя Ну, конечно, мы в этом видим такой прообраз Встречи Церкви Ветхозаветной и Церкви Новозаветной Потому что Матерь Божья, она представляет уже Новое поколение Новую Церковь Церковь Новозаветная А Елизавета и Захария Это представители старой Церкви Ветхозаветной И здесь мы помним, что именно Захария ввел Матерь Божию А когда ей было еще три годика Ввел ее в храм Соломона Причем во Святая Святых То есть в алтаре Где некогда находился Ковчег Завета Но потом уже после разрушения первого храма Он исчез от Ковчег Завета Мы помним все эти исторические события С Новохода Носером Который захватил Иерусалим и прочие моменты И вместо Ковчега Завета сам Господь руками Захария ввел Богородицу И она уже стала Ковчегом Завета Нового Завета Только живым Ковчегом Потому что в ней Господь воплотился В ее утробе Пресвятой Богородице А в Ветхом Завете Ковчег Завета был Сделан из материалов Которые не живые были То есть это был просто такой сундук Украшенный, конечно Мы немножечко хронологически вперед забежим Прежде чем дальше будем рассматривать Вот эту историю Судьбу пророка Захария И его жены, да Святой Елисавета О них не очень много так информации Ну тоже надо, конечно, и об этом рассказать Так как действительно Они были праведны пред Богом Они всю жизнь терпели насмешки От своих соседей Ждали спасителей, да, все Поэтому рода бесплодны были Да, конечно же Потому что цель существования народа израильского Она была предречена пророком Моисеем Который сказал, что в вашем, так сказать, обществе Родится Мессия, спаситель мира И поэтому все ждали, от кого же он родится И если видели, что какая-то пара была бесплодна То понимали, что Господь как бы отбраковывает эту пару То есть за какие-то грехи Она неугодна Богу становится То есть от них точно уже никто не родится А вот остальные, так сказать, кто рождает детей Они, так сказать, вот у них есть надежда Что и от них в каком-то роде, в каком-то поколении Произойдет спаситель мира Причем не только спаситель, но и царь мира Царь царей То есть мы поэтому и видим причину таких нападок на них Хотя он, повторюсь, был священником И, может быть, даже я своих коллег, священников Слышал какие-то недоумения или, может быть, насмешки Поэтому они страдали всю жизнь Может, его даже на задний план отодвигали Отодвигали, да Ну, то есть мы понимаем, человеческие отношения Они и сейчас, и тогда были такие же То есть ничего не меняется в этом мире Все мы грешные и страстные И все-таки, когда от них родился Иоанн Притеча Мы слышали, как Захария пророчествовала о нем Но потом произошла трагедия Когда Ирод, узнав от волхвов, что родился мессия Он возревновал о своем престоле Он посчитал, что это опасность для него Что его могут сместить с царского места Он решил претендентов на царскую власть То есть мессию решил убить Но так как волхвы ушли и не сказали, где мессия находится Он решил действовать, так сказать, не точечно Не конкретно, вот мессию убить А он не знал, где он находится А по площадям То есть вот в том месте, куда пошли волхвы А может, или даже думали, что и он Притеча Да, тоже Я думаю, Ирод, он настолько был подозрительный человек Что, я думаю, он всех там разбирал И, может быть, там еще кто-то был из каких-то других семей Ему, так сказать, не очень нравились какие-то претенденты Может быть, то есть он убил там 14 тысяч младенцев От двух лет и ниже Здесь тем более такие чудеса происходили Да, и здесь и Захарий был сначала нем, потом заговорил Здесь явно был намек, что, ну, как бы Что-то здесь не так Да, что непростой ребенок родился И мы в Евангелии об этом читаем Что все думали, что же будет это чадо Каким он будет То есть все на него возлагали надежды Что не он ли Да, и потом даже мы помним, что первосвященники Когда Иоанн Претечи вышел на проповедь и на крещение Коордану к нему присылали целую делегацию Спросить, а кто ты? Пророк, Мессия, да И мы помним, что он отказывался Я не пророк, не Мессия, я глаз вопиющего в пустыне Да, ответил Иоанн Претечи То есть этот вопрос сидел в головах многих И в том числе Ирода И поэтому он решил зачистить все Всех претендентов Вот таким образом Он послал воинов, сказал убить всех младенцев в Вифлееме От двух лет и ниже А Захарию пытали А Иоанн Претечи, он был тоже младенчик, естественно Подпадал под эту казнь То есть его должны были убить Но его мама Елизавета убежала с ним в горы И сейчас это место есть То есть можно его посетить Рядом с Ресалимом находится Там пещерка, рядом с ней источник до сих пор течет Водички чистые, можно и попить И искупаться даже Там такая ванночка сделана В этом источнике И комнатка, ну небольшая комнатка Прям в скале И по преданию говорится, что Елизавета Видя, что ее настигают воины Ирода Она забежала в горы Взмолилась и горы расступились Она зашла в пещерах и сомкнулись Таким образом спрятав ее от воинов И когда воины не нашли ее Они пошли к мужу Елизаветы Захарии, священнику А он был в это время в Иерусалиме, в храме И там его, собственно, допытывались Где же жена с ребенком Чтобы исполнить приказ Ирода Чтобы убить ребенка Но Захарий ничего не сказал И поэтому его убили между жертвенником И алтарем, то есть он был прямо в храме убит И о нем потом Господь говорит Что всякая кровь спросится с вас От Авеля до Захарии Убитого между жертвенником и алтарем Откуда мы это и знаем? Из слов Господа Поэтому вот такая вот трагедия случилась С Захарией и Елизавета Осталась с младенчиком на руках В пустыне, в горах жить Как она жила, никто не знает Скорее всего, какие-то родственники Помогали ей Потому что надо же питаться Хорошо, что вода рядом была Источник Господь послал ей источник Прям в нескольких шагах от пещеры Но без питания невозможно прожить Поэтому наверняка ее кто-то там питал Приносил пищу Но она тоже все равно Через 40 дней после смерти Захарии Умерла Елизавета И вот представляете Младенец, 40-дневный младенец Иоанн Претеча Остался жить в пустыне Как он выжил Кто говорит, ангел его Да, каким-то чудом Но, скорее всего, конечно же Ангельское какое-то тут было присутствие Потому что кто-то его кормил Есть версии, что кто-то там говорят Какие-то монахи были тоже И вот они тайно-то как-то тоже кормили Но это уже нам неизвестно Да, мы об этом не знаем История умалчивает об этом И предание церковное умалчивает Но мы знаем, что он выжил 40-дневный младенчик в пустыне выжил И потом всю жизнь до выхода своего на проповедь На крещение То есть он вышел в 30 лет На то, чтобы быть пред Христом Предтеча ему На проповедь его Господь воззвал из пустыни Был голос ему Был глаз Иоанна Предтеча И он вышел крестить народ израильский Сколько лет он проповедовал? Около трех лет Потому что он сам говорил Что мне должно умаляться А ему возрастать То есть он уступал место Мессии А сам проповедовав все Что ему было Господом повелено Среди народа израильского Сам ушел из этого мира Ну, конечно же, по промоуслу Божию Мученической смертью Он вышел из этого мира Рукой Ирода И это Также мы помним причину того Что он обличал царя Ирода Что тот взял жену своего брата Иродиаду И Филиппа И, соответственно, Иоанн Предтеча говорил Ну, так нельзя Это грех Его сначала посадили в тюрьму Потом Уже Помним, как на пиршестве В честь дня рождения Ирода Танцевала дочь Иродиады Соломия Попросила Так сказать Голову Иоанна Предтеча По наущению матери Иродиады Когда царь пьяный Сказал Проси, что хочешь Дам все, что угодно До полцарства Ну вот Им принесли голову На блюде Иоанна Предтеча Вот мы в память В сентябре Да, 11, наверное Когда память Святого пророка Иоанна Предтеча О пьянстве Против пьянства И молиться Да, да То есть Вот к чему Доводит До чего Доводит пьянство Поэтому Когда говорят люди Да, что тут такого Ну, выпил я Что тут Но всегда Вспоминается Много всяких Моментов Которые Приводят Алкоголика К страшнейшим Последствиям Ломается Вся жизнь В том числе Ирод Он был Уволен С своего поста После этого Потому что На него написали Донос За убийство Иоанна Предтеча И кесарь Римской империи Ирода Сослал В Испанию Вместе со своим Семейством То есть Иродиада И Соломея Туда Были сосланы Он жил там Очень бедно И в одну из зим Когда Замерзла Речка Рядом С их домом Соломея Переходившая По льду Провалилась Так что Только голова Осталась над льдом Лед Сомкнулся На ее шее И Так стиснул Шею Что Отделил Голову От тела То есть Тело утонуло А голова Осталась лежать На льду И родителям Ироду Иродиаде На блюде Принесли голову Соломе Как некогда Принесли голову Иоанна Предтеча Вот такое было Наказание Божие Как И сейчас У нас есть За что мы Осудим В то Сами попадем Какой мере Ты меряешь Такой мере Тебе отмерится Взявший нож От ножа И погибнет То есть Мы Это читаем Евангелие Многократно Господь Всегда Говорит Что Вы будете Милосердны К вам Милосердие Придет Вы будете Злые К людям И к вам Это зло Вернется Поэтому Золотое правило Которое Очень кратко Звучит Какой мере Ты меряешь Такой мере Тебе отмерится Надо его Запомнить И Всякий раз Когда Что-то хочется Другому человеку Сделать Примерите К себе Это Если вам Это не понравится Лучше Не делайте Никому Тогда И вам Это не вернется Как В Евангелии Нам известно Написано В Евангелии Наверное Что Иоанн Предтеча Вышел на пропасть В 15-й год Правление Тиберии Кесаре То есть Там даже Ученые люди Посчитали Что это Получается 28-29 год Ну да Там Точности Такие Уже 2000 лет назад Все эти события Происходили Поэтому Там Плюс-минус Какой-то Был Год-два Мы видим Как Иоанн Возрастал Укреплялся Духом В пустыне До момента Своего Общественного Служения Когда он Вышел на пропасть К Иордану Это тоже Была пустынь И он Содержался И рос В пустыне В пустыне Есть какой-то В этом смысл Почему Господь Его так Оберегал Ну мы видим В этом конечно же Привычку его То есть Если с младенчества Человек живет В пустыне То он Не может Вообразить Как можно По-другому жить Это первое То есть У него уже привычки Были такого Пустынно Жителя Затворника Но и в этом Конечно же Промысел Божий Был Потому что Чтобы сохранить В чистоте Нравственные Нравственные Состояния Качества Души Иоанна Претечи Господь Его сокрыл В пустыне От всех Искушений Мирских То есть Он в миру Никогда не жил И Жизнь В пустыне Она С одной стороны Очень Горька Тяжела И там И холод Там И отсутствие Еды Там И отсутствие Каких-то Элементарных Удобств Да Ну Конечно же И от болезни Там Нечем Избавиться Потому что Ну Всякий человек Может простыть Или там Чем-то Там Отравиться Не знаю Кто-то укусит Там В пустынях Ведь Очень много Живет Различных Насекомых И там И змей И прочих Ядовитых Тварей То есть Понятно Что Очень много Претерпеть Пришлось Себя На претечи В пустыне Но есть Положительное Качество Пустыни Это Отсутствие Искушений От Людей То есть Люди Не могут За неимением Их В пустыне Люди Не искушают Затворника И это Дает ему Возможность Думать О себе О грехах Своих О покаянии О спасении Души О Боге Молиться То есть Никаких привязанностей Получается Не к чему Привязываться Вокруг Только песок Пустынные Растения У него Ничего нет У него Одна единственная одежда Из верблюжей Так сказать Шерсти И пояс Кожаный Даже не из овцы Например Он же мог Что-то другого Сделать себе Ну Вот Я думаю Из овцы Она быстрее Просыпалась То есть И она мягче Получается Она мягче Она удобнее Она теплее Но из овцы Повторюсь Это более Слабая такая Кожа Слабые волосы 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 верблюда Очень твердые Крепкие Поэтому они Очень Долгоносимые Одежда Из этого Но Это же дает И другое качество Они колючие Очень Если из овцы Оно не колется То Вот Из верблюжьей Шерсти Одежда Как бы ее Не выделывали Она все равно Очень колючая Это Называется Даже Власеница Один из методов Смирения Тела Монахи Иногда Носили Власеницы То есть Колючую одежду Под верхней одеждой Так чтобы тело Постоянно Испытывало Болезненный шок Кто-то цепи Носил на себе Кто-то Пудовые кресты Надевал Параман Надевал Из цепей То есть Цепь охватывала Его плечи Торс И здесь крест И со спины Металлическая Такая вот Пластина Висела То есть 16 килограммов Пуд Представляете А он в ней спал Он в ней молился Он в ней трудился И ну Всю жизнь Проводил Вот Да Другие святые отцы Себя на корм Там Мошкаре отдавали Ну если про наших Да Ну там-то В пустынях Иорданских Не было Мошкары А если Наших Преподобных Отцов Взять То да Уходили в болото И ну Да даже Ну берите Соловецких Да Преподобных Подвижников И уфанзерские Ну Если кто-то Хочет испытать Хотя бы чуть-чуть Малость Приблизиться К тем ощущениям Что испытывал Этот подвижник Съездите туда В июне месяце На Соловке Вы все поймете В июне Это как раз Месяц Мошкары И комаров В июле уже Мошка проходит В августе Уже и комары Проходит А вот в июне Когда только Первый месяц Лета Ну это просто От укусов Даже кровь течет Я просто Ездил туда Неоднократно И у кого кожа Понежнее Дети с нами были Вот прям уши Им Мошкара Так кусала Что прям капельки Крови текли Но представляете И это только Лишь вот Пройтись От монастыря К какой-то Святыни Достичь И обратно Вернуться Причем Брызгает И не брызгает Химией Репеллентами Различной Не помогает Она не отгоняется Если ты Машешь руками Она все равно Ползает по тебе Все лицо Облепливает Лезет в ноздри В уши В глаза Ужасные ощущения То есть Это Но Это хлеще В лосинице Во много крат Повторюсь Вот Ио Фанзерский Жил Просто Вот В дикой тайге И Много лет Жил И Не лечился Ничего То есть Он Один Там был Даже если Какой-то Болезнь Заболел Даже Чашку воды Ему некому было Принести Вот так Наши подвижники Спасались А у нас муха залетит Будем за ней бегать А мы да У нас там Ну прыщик вскочит Ой все Жизнь Пошла На смарку Да Мы очень Очень расслаблены Капризные мы конечно Это есть такое Да Почему вот и Господь Да И пророк Онбретич Выходили Вот напробовать Вот около 30 лет Не раньше Дело в том Что В Израильском государстве 30 летний Возраст Считался Возрастом Совершеннолетия Когда Людей Уже Могли призвать К государственной Службе Каким-то Обязанности Дать То есть Они уже Считались Полностью Повзрослевшими С Всеми Правами Ну как вот у нас Совершеннолетие Там Да В 14 лет Когда паспорт дают Да Собственно Вот тогда Это был возраст 30-летний Поэтому Господь Чтобы исполнить Всякий закон Израильского государства Он и этот закон Исполнил Он вышел В 30-летнем возрасте На проповедь До этого Он не мог проповедовать По законам Народа израильского Соответственно То же самое Иоанн Претеча Также По тому же Самому закону Он не мог Выйти на проповедь Раньше То есть Мы помним Что между Рождением Иоанн Претечи И Господа Там где-то полгода И поэтому За полгода До рождения Христа Родился Иоанн Претеча И также За полгода До проповеди Выхода На проповедь Господа Вышел На проповедь Иоанн Претеча И также Он и спустился В ад Практически За Несколько месяцев До смерти Господа То есть Он и там Проповедовал Пришествие Спасителя Мессии Всем Находящимся В аду А мы помним Что до Воскресения Христова Все без исключения И праведники И грешники Все шли в ад То есть Он спустился К человечеству Ветхозаветному Допотопному И всем Кто Жил На земле От Адама В том числе И Адаму И Еве Он спустился И проповедовал Пришествие Спасителя Ну и еще Тоже некоторые Святые отцы Толкуют Почему 30 лет То есть Господь прошел Тем возраст Который подвижен То есть Каждый возраст Своя страсть В детстве Например Неразумие Какое То есть Потом начинаются Более такие Плотские У людей Страсти То есть Господь 30 лет А это же Возраст Так тоже Логично Не зря же Израильский народ 30 лет выбрал То есть Это тоже Включается В эти Размышления И в это Законоположение То есть Почему Что именно В 30 летнем возрасте Человек становится Совершеннолетним Да потому что Он уже переборол Все болезни Детского возраста То есть Он уже переборол Все юношеские Какие-то Страдания И мечтания Он переборол Какие-то уже Идеи Замыслы И там Устремления Более Зрелого возраста Там 25-летнего Когда человек Начинает Со своим Максимализмом Юношеским Гоняться За какими-то Идеями То есть Человек уже Это все Переосмысливает Перебаливает И Расставляет Все по полочкам Он Дает им Всем этим Внутренним Так сказать Переживанием Правильную Оценку И Соответственно Этой Правильной Оценки Уже Дальше Живет В мире Поэтому Здесь Это тоже Безусловно Присутствует Вернемся К нашему Евангельскому Отрывку Рождается И он Предтеча Восьмой День Вот они Приходят Обрезать Младенство Не знаю В храм Они Или где-то Какая-то Определенная Комната Место Было И хотели Назвать По имени Отца Его Захарию То есть Восьми дней Имени Не давалось Действительно Да Это был Также Один из Законов Которые Даны Были Моисеем Пророком Народу Израильском Чтобы Всякий Рожденный Младенец Мужеского Пола Должен быть Обрезан Восьмой День И имя Ему Дается Во время Обрезания То есть До Обрезания Он Считается Еще Бога Неугодным Так как Еще Не заключен Завет С Богом Завет Заключается Именно в Обрезании То есть Господь Обещает Всякому Верующему В Него И обрезающемуся Свою Помощь И свое Заступление Поэтому Как сейчас у нас Крещение Да Мы В Новозаветной Церкви То же самое Вкладываем В таинство Крещения И Также Имя Нарекается В момент Крещения Младенчика До Крещения Конечно Родители Называют Его Уже Имя Какое-то Дают Ему Но В книге Жизни В Царстве Небесном Это Имя Еще Не Вписано Оно Вписывается Только После Крещения И Поэтому Мы Не молимся За Некрещенных У них Даже Имени Пред Богом Нет То есть Это Одна Из наших Традиций Церковных Уже Новозаветной Церкви То есть Не родился Еще Да Он Духовный Еще Не рожден У него Нет Еще Завета Нового Завета С Господом Который Вступает В этот Завет То есть Господь Обещает Спасение Человека Если он Будет Веровать И креститься Да Мы В Евангелии Это читаем Тот Будет Спасен Будет Тот Кто Не верит И не крестится Тот Не будет Спасен Вот этот Завет Это Обещание Бога Это то Что мы Собственно Совершаем В момент Крещения Видим мы В евангельском Требхе Как Святая Елисавета Говорит Что назвать Его не Захарию Нет А назвать Его Иоанном И потом И Захария Тоже Подтверждает Что Иоанном Мы знаем Мы знаем Что Захарий Сказал Имя Ангел А как Святая Елисавета Она Совещалась С супругом Или Вот Ей так Пророчество Она Она Не могла С ним Совещаться Он Молчал То есть Он Вышел Из Алтаря Уже Немым То есть Ангел Ему В алтаре Сказал Что Будет Дальше Архангел Говорил И Оттуда Он Вышел Немым И Все Удивились И Были Шокированы Что Священник Вот Только Что Говорил То есть Молитвы Читал Зашел В алтарь Для Кождения Ну Как И Сейчас Священники Делают Вышел Из Алтаря Скадилом И Уже Ничего Сказать Не Может И С Через Пророческий Дар Иоанна Претечи Ее Чадо И Ей Было Дано Так Сказать Она Сказала Просто Что У нее В голове Стучало Иоанна Иоанн 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 Более Русского Не бывает Иоанн Иоанн Самое Русское Имя На самом деле Это Самое Еврейское Имя Иоанн Как оно переводится Иоанн Благодать Божия То есть Милосердие И благодать Божия К человеку То есть Иоанн Это тот человек Которому На которого Изливается благодать Божия Который Господь Милосердствует Ему И Благоволит ему Посылая Свою благодать Поэтому Очень хорошее имя И у нас Ну До революции Так Вообще Там Наверное 70 процентов Если не больше Был Иванов Ну Сейчас Чуть-чуть Разбавлено Но все равно Очень много Не знаю Не каждый пятый Но много Иванов И сейчас В земле русской Живет Как раз Святой Иоанн Предтеча Наверное В честь него Что-то и называли То есть Так вот Часто Вы знаете Очень много Было Святых Но Иоанн Златоустый Та литургия Которой мы служим Это Он ее написал Иоанн Кронштадтский Тоже Известный Святой Иоанн Богослов Апостол Который Написал Четвертый Евангелие То есть В честь Кого называть Мы знаем Множество Имен Достойнейших Святых Отцов И Ну Из Недавно Умерших Иоанн Крестьянкин Тоже Насельник Псковской Печорской Пустыни Поэтому Конечно же Мы И дальше Будем называть Иванами Своих детей Потому что Есть У них Такие Покровители Небесные Выше которых Ну Только Ангелы Богородицы Иоанн Претеч Он Сразу за Богородицу Идет Ну и вообще Наверное Не только в России Есть вариантов Множества От имен Ну да Джон например Это вот Мало кто знает Но Джон Это как раз Иван По-английски Иоганн Иоганн Да Себастьян Штраус Тоже Иван Иван Штраус Звучит странно Но тем не менее Это так же Там Хьюго Йоханнес Там то есть Очень много Всяких этих имен В различных народах По различным Изучащих Но это все Да Это все Иваны Да И представляем Вот эту ситуацию Да Когда Захария Он Когда мало того Что мы с вами говорили Что он вышел из алтаря И не мог говорить Люди наверное Были в шоке Вот Может быть даже Вы на исповедь Кто-то там ждал Еще что-то Ну да Да И потом Когда ему дощечку То ждали Он написал И вдруг начал говорить И здесь наверное Люди вообще тоже И это тоже был шок То есть Они испугались даже Но не зря же Я говорю Что все Ждали Что это и есть Мессия Что родился Мессия То есть они ждали От Иоанна Претечи Что он станет Мессией Спасителем Тем самым О котором говорил Моисей Пророк В своем пророчестве Ветхозаветном И поэтому Вот эти два Чуда Это лишь Так сказать Еще больше Будоражили души Человеков Знающих И это расходилось Сарафаном радио Так сказать По всем Закоулкам Израиля Государства Израильского Конечно же О нем знали все И первосвященники Знали О Иоанне Претечи И обычные Так сказать Мотори Или какие-то там Бедняки Все знали о нем И ждали Когда он возрастет Что же из него получится Вернемся Теперь Крещение Иоаннова Да Чем оно отличалось Вот это крещение Иоаннова От Господнего Ну Так как он был Естественно Всего лишь Предтеча То есть он не мог На себя взять Все Прерогативы Божественной Природы То есть он не мог Спасти человека То есть он не отпускал Грехов Он не мог Отпустить грехов Он не мог Дать Благодать Духа Святого Да Не спасла Он не мог Вести в Царство Небесное Он не мог Там Ну уж тем более О причастии Тут речь не идет Да Потому что только Господь Имеет Такое право Искупление Грехов Человеческих Да О котором Говорится Во всем Евангелии И Поэтому Его Крещение Было лишь Покаянное То есть он Когда к нему Приходили люди На Иордан Креститься А к нему Шел Весь Израиль Огромное количество Людей шло То есть Его авторитетность Была огромна В народе Израильском Почему Собственно Когда Ирод Его и убил Сразу же Было восстание Организовано Среди Израильтян Причем он даже Тоже не хотел убивать Он любил слушать его Да Да Нет Он его Просто посадил В тюрьму Чтобы он не распускал Вот эти слухи Про сестру Брата И вот это все Он просто изолировал его А может быть Его и поближе к себе Чтобы слушать его И конечно же Пользовался Присутствием Его рядом с собой И даже в удовольствие Как в Евангелии сказано В удовольствие Слушал то Что Иоанн говорит ему Поэтому он был расстроен Но так как он слово дал Еще и в подпитии Как же тут Я же не могу Я хозяин своего слова Да Соответственно Вот Это все его и поймало В такую ловушку Иродиада Все И он Сделал то Что Так сказать По этой манипуляции Женской Ему было Предрешено Но это было Попущение Божие Конечно И Иоанн Притеча Здесь Ну вот Опять же По промыслу Божию На себе Испытал Мученическую кончину И Вошел Уже Из этого мира В мир иной Для проповеди То есть это тоже Не случайности Если бы Господу Это было неугодно Никакая иродиада Ничего бы ему Сделать не могла И ни ирод Никто Есть слова В Евангелии Волосы на главе вашей Сочтены Ни один из них Не упадет без воли Моей То есть Без воли Божией Поэтому Конечно Говорить Что Это все Вот такие Нападки Любая Бесовская Нападка Может на нас Совершиться Только Попущение Божие Если Мы Это заслужили И Господь Видит в этом Какую-то Это целесообразность Для спасения Нашей души Ну а задача Притечи Иона Была Приготовить путь Господу Да Он покаять То есть Его нужно было Настроить Мысли людей На пришествие Спасителя Ну Мы начали с того Что Пророчество Мессии Было дано Мессии пророку Но еще раньше Оно было дано Адаму и Еве И Но и после потопа Это пророчество Также Проповедовал своим детям И то есть Это через Поколение Через тысячелетия Пришло К народу Израильскому В виде Ветхозаветной Проповеди Соответственно Ну кто Через эти тысячелетия Мог сказать Что мы Живем как раз Вот в это время Пришествия Мессии Кто Обычный какой-то Сосед мой Мне скажет Ты знаешь А вот Уже пора Вот Мессии прийти Даже вот где-то Он там родился Ну конечно же Не поверит Никто Обычному человеку Поэтому нужен был Из ряда вон Выходящий Какой-то случай То есть Человек Который действительно Отличался Всеми своими И жизнью И проповедью И Устроением И рождением И смертью Который 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 вземлет На себя Грехи мира И И для этого Он является Должен Должен прийти Илья Пророк Перед пришествием Мессии Но он уже пришел И вы сделали с ним Все что Хотели То есть Убили его То есть Он таким образом Говорил Что пророком Ильей Являлся Иоанн Претеча Соответственно Мы Видим в этом Тоже Такую Любовь Господа К народу Израильскому Чтобы Максимально Подготовить Его К проповеди Христовой К Принятию Мессии Чтобы Их Мысли Их Чувства Их Желания Были Единодушны В правильном Направлении Об этом Мы читаем Чтобы У пророков Ветхозаветных Что Пророк Илья Придет Дабы Уготовить Путь Господень Сделать Прямыми Стизи Его То есть Чтобы Было Легко Господу Прийти К своему народу И сказать Что я Мессия Задача Была Иоанна Претеча Показать людям Игреховность То есть Они об этом Не задумывались А здесь Они должны были То есть Он говорил Покайтесь Ибо приблизилось Царство Небесное Это мы говорили О том Что его Крещение Было Для покаяния Я может Не досказал Что когда К нему народ Приходил На Иордан Он Вводил В воду Каждого человека И заставлял Его говорить Свои грехи Вслух Стоя в воде Потом омывал Его И он выходил То есть Таким образом Это было Ну вот Как исповедь Сейчас У священника То есть Там была Такая Общественная Исповедь И каждый Человек Приходящий К Иоанна Претеча Исповедовался Пред всеми Стоя в реках Иорданских Исповедовался Перед всеми Вслух В своих грехах И это конечно же Приводило К покаянному Чувству Это конечно же Научало Народ израильский Каяться Исповедовать Грехи И становиться Лучше Потому что Мы всегда Когда Имеется Покаяние А покаяние Это В переводе С греческого Это изменение Мыслей Изменение Внутреннего Состояния души Когда мы Приходим К покаянию Мы действительно Меняемся И внутри И снаружи В своих делах Мы тоже Должны Меняться Вот именно Это и происходило На Иордане При Ане Претече Да Для нас Эти слова Хорошо известны Покаяние Приблизилось Царство Небесное Но за этими словами Теряются еще Есть некоторые слова Которые говорил Иоанн Претеч Он учил Благовествовал Народам Мы видим Как он с воинами Разговаривал То есть он С мытарями Разговаривал Но он не только Пророчествовал Он не только Указал на Христа Он не только Призывал к покаянию Он отвечал на вопросы И к нему Много людей Приходило Наверняка И какие-то Житейские вопросы Задавая И о семье О себе И о работе Ну как сейчас Тоже в церковь приходят люди И задают множество вопросов Как ту или иную ситуацию решить Вот и тогда Приходили к нему Воины Спрашивали А как нам Жить без греха И он им отвечал Хотя мог сказать Вообще Бросайте свою работу Ну да Зачем вам Воинам Вы там не сможете Например спастись Нет Он говорил Оставайтесь воинами Но Довольствуйтесь Своей Зарплатой Не берите ничего Выше этой зарплаты И Делайте только то Что вам приказывают То есть Не своевольничайте Матарян То есть Налоговикам Как сейчас Это мы Называем Он говорил так же Довольствуйтесь Своим Оброком И не берите Ничего свыше То есть Чтобы не было Коррупции Чтобы не было Взяточества Чтобы не было Каких-то Преднамеренных Обманов Людей И государственных Чиновников Стоящих над ними То есть Здесь он тоже Говорил Не уходите Да Со своей работы Нет Работайте Но Будьте честны И справедливы На своей работе Ну а простому народу Говорил Да Если у тебя две одежды Поделись А тут он говорил Да Всем остальным Которые спрашивали В отрыве От там Своих занятий Ну там Ремесленники Или богатые люди А нам Как спасаться Он говорил Будьте милосердны Если есть чем поделиться Делитесь И за это Господь вас Наградит Да Наша передача Уже завершается Будет вам Заключительное слово К нашей сегодняшней передаче Ну к этим словам Трудно что-либо добавить К словам Она предтеча Я могу их только повторять И многократно И желаю всем вам Жить честно Справедливо И без греха И это вас приведет В Царство Небесное Безусловно Так как Господь нам Все это и Даровал Придя в этот Мир греховный Для нашего спасения С праздником вас С наступающим Ну и с Новым годом С Новым годом наверное Который Да Ну это у нас Да Заключительная уже передача В текущем году Да Мы вас благодарим Эти смене Что вы к нам приезжали Весь год Даст Бог Будете приезжать Еще и в следующем Да Спасибо Господи До свидания На сегодня все До свидания